Если за окном дождь, значит пора доставать ведра и тазы, жалуются люди. Говорят, такая картина здесь уже не первый год. Жильцы уверены, кровлю повредили во время расчистки крыши от снега. При этом коммунальщики не торопятся исправлять ситуацию. В том году мы осенью обращались, никакого результата у нас нет в плане ремонта крыши. Ситуация еще больше ухудшилась. Распределитель со свещением у нас полностью заливает. Неизвестно, во что это выльется. В основном все это по стене было. Но в этом году усилилось настолько, что у нас теперь просто болото в подъезде. Как мы спастили на линолеум, он же тоже не спасает. Если так же произойдет дальше, то у нас сгниют просто полы. От того, что проливает, у нас уже все лаги сгнили. Опять же, последствия могут быть очень плачевные. Но мы сама, естественно, что сделала. После нашего вызова они приехали и запенили некоторые отверстия, которые у нас есть в крыше. Это весь ремонт, который производился. Не раз обращались, писали жалобы. Жители с ужасом ждут новых осадков, ведь погода в их доме напрямую зависит от капризов природы. В некоторых квартирах в дождь настоящий потоп, говорят люди. Несколько раз обращались в так называемую управляющую компанию, чтобы что-то сделали. У нас с потолками течет, потому что в дождик невозможно вообще тут. То есть, как бы денег отдаем за то, что там должны что-то сделать, а толком ничего не делается. Приходит видимость, создают походу. Сам залазил на чердак посмотреть, что там наделали. Куча баллонов с пеной валяется. Но это вообще, не знаю. Я сам, хоть и не монтажник, по-моему, так и не делается ремонт. Не менее остро стоит вопрос состояния вентиляционной трубы. По словам жителей, она разрушается на глазах. У нас в каждой квартире стоит газовая колонка. К сожалению, эта труба разваливается. Мы обращались в управляющую компанию, но никаких действий произведено не было. Один раз приехала бригада, они посмотрели на эту трубу, развернулись и уехали. У нас здесь ходят дети, у нас падают кирпичи. Целые кирпичи. Это опасно для наших детей. Наши дети здесь гуляют. Люди уже не знают, куда обращаться за помощью и просят вышестоящие организации подключиться к решению всех этих вопросов.